Внедрением в нашу жизнь цифровых информационных систем телефонное мошенничество достигло своего апогея. Сегодня в зоне риска практически каждый человек, у которого есть компьютер или сотовый телефон. В прошлом году в Славянский отдел полиции поступило около 300 заявлений от обманутых жителей. Как не попасться на уловки аферистов, смотрите в следующем материале выпуска. Сотовый телефон давно перестал быть просто средством связи. Сегодня это мини-компьютер, где хранится много личной информации. С помощью мобильника осуществляются денежные переводы, оформляются кредитные карты, оплачиваются интернет-покупки. И зачастую именно телефон, а точнее его возможности совершать онлайн-операции, становятся основной целью мошенников. Схема обмана, с помощью которых аферисты смогут получить необходимую им информацию для скачивания ваших денег, очень много. Весьма распространенный способ дистанционных мошенничеств – это использование социальных сетей и услуг интернет-магазинов. Чаще покупаются на предложения обманщиков на сайте Авито. Размещая объявления о продаже, например, о продаже автомобиля или транспортного средства, граждане должны быть готовы к тому, что не только потенциальных покупателей может заинтересовать данное предложение, но и преступников. Очень часто преступные элементы под предлогом покупки вашего товара предлагают перевести на вашу банковскую карту залог за данное имущество. Они просят сообщить им банковский номер карты. На ваш телефон начинают приходить смс-сообщения с паролями, которые лжепокупатели просят также сообщить им для того, чтобы перевести денежные средства на ваш банковский счет. Запомните, ни в коем случае этого делать нельзя. Для перевода денег на банковскую карту никакие пароли не нужны. Также, так сказать, к стандартным схемам обмана относятся звонки из службы безопасности банка со словами «Ваша карта заблокирована». По ошибке перевели вам деньги. Пожалуйста, верните. Родственник попал в ДТП. Нужны деньги, чтобы замять дело. Вы стали обладателем крупного выигрыша или положена социальная выплата. Сообщите данные карты, чтобы сделать вам перевод. Оператор связи меняет оборудование. К вам обращаются с просьбой установить новое приложение, которое потом у вас будет качать деньги. Еще одна схема обмана. Для личного обогащения злоумышленники довольно успешно используют вредоносные программы. Заразить вирусами персональные компьютеры или мобильные устройства своих потенциальных клиентов они пытаются разными ссылками в социальных сетях. Дельцы такого рода, выставляя на виртуальную витрину различные товары и услуги, делают заманчивые предложения. И предлагают перейти по ссылке. Один клик мышкой у вас тот самый злополучный вирус. Если на вашем сотовом телефоне подключена услуга мобильный банк с функцией быстрый платеж, то вредоносная программа автоматически переправит ваши денежные средства на счета телефона злоумышленников. Чтобы обезопасить себя от мошенников, нужно помнить простые правила. Не отвечать на звонки с неизвестных номеров, не спешить выполнять требования звонящих, а лично обратиться в банк или госучреждение за уточнением информации. Покупая в интернете, по возможности расплачиваться наличными при передаче товара. Никому не сообщать данные банковской карты, не ждать легких денег в виде выигрыша или компенсации. Помните, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Уважаемые жители Славянского района, запомните, что сотрудники банка и их отделы безопасности не будут вам звонить и сообщать о том, что с вашим счетом либо картой происходят какие-то незаконные действия, происходят какие-то списания денежных средств. Если вам позвонили, знайте, что это действуют мошенники. И самостоятельно перезвоните на горячую линию банка, либо обратитесь в ближайшее отделение банка. К сожалению, граждане обращаются в полицию довольно поздно, когда преступники уже завершили свое дело, либо затаились, либо уехали в другой регион России. Помните, что чем раньше полицейским поступит сообщение о совершенном преступлении, тем оперативнее будут выявлены и задержаны злоумышленники. Не давайте возможности обманщикам провести себя и своих близких. Будьте бдительны. Найти мошенников, привлечь их к ответственности и вернуть украденное практически нереально. Поэтому, прежде чем совершать какие-либо манипуляции с банковской картой или сообщать ее данные кому-либо, тысячу раз подумайте. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».